МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас в студии Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Темы дня кратко. Убит главарь донецких боевиков Захарченко. А в Токефалия о решении в пользу Украинской Православной Церкви Константинопольский патриарх сообщил московскому. С виски и перцем чили какие сыры делает прикорпатский фермер? И подробнее. Главарь донецких боевиков Александр Захарченко погиб в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. Это подтвердили в Службе безопасности Украины. Кроме того, ранение получил соратник Захарченко Александр Тимофеев. Активисты и местные источники сообщают, что въезд и выезд в Донецк закрыты. В городе ввели чрезвычайное положение. Спецслужбы так называемой ДНР повально задерживают людей прямо на улицах. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии нашему каналу сказала, что это убийство – результат междоособных войн террористов. Мы считаем, что это результат междоособных войн, которые продолжаются между террористами и их российскими кураторами. Они не могут поделить власть, влияние и деньги, которые они захватили. Украинская православная церковь получит автокефалию. Об этом вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю русской православной церкви патриарху Кириллу на встрече в Стамбуле. Как сказал журналистам после встречи патриархов митрополит Гальский Эммануил, главное – предотвратить церковный раскол в Украине. Основной вопрос, который обсуждали, это ситуация в Украине. Как вы знаете, на протяжении 25 лет в Украине продолжается церковный раскол. И вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, с помощью которых может быть провозглашена автокефалия Украинской православной церкви. Именно это решение приняли в апреле, и мы уже имплементируем его. Об этом вселенский патриархат сообщил патриарху Кириллу во время его визита. И к ситуации на фронте с начала суток российские оккупанты четыре раза нарушили школьное перемирие на Донбассе, и при этом тяжелое вооружение не применяли. По данным штаба, операции объединенных сил, прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ввели по защитникам Крымского, Старогнатовки, Водяного и Павлополя. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет. Перемирье объявлено с 29 августа в связи с началом учебного года. Договорились об этом на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 22 августа. Веды полицейского спецназа «Корт» пополнили 26 бойцов. Их обучение длилось два месяца. Подготовку проводили по методикам полицейских США. Насколько сложно стать одним из «Кордовцев» Юлия Башко? Одно движение спецназовца и «Шерхан» – это немецкая овчарка – выполнит все его команды. Такое взаимопонимание необходимо, так как собака часто идет первой на штурм впереди «Кордовцев». Так было в Харькове, когда за доли секунды мог прогреметь взрыв в жилом доме. Очень важно. Есть некоторые вещи, что человек не сделает. Как бы доли такие секунды можно выиграть за счет собаки. Применяли собаку, когда человек забаррикадировался, угрожал там взорвать дом. И как бы мой командир принял решение запускать собаку. Мы запустили. Набор в новое элитное спецподразделение «Корд» нацполиции начали три года назад. На сегодня в нем более полутысячи спецназовцев. Бойцы предотвращают теракты, задерживают особо опасных преступников и освобождают заложников. Накануне «Корд» успешно провел очередную спецоперацию в Киеве. Вооруженный человек в Киеве взял в заложники детей и угрожал убить их. «Корд» спланировал операцию, выехал на место. После того, как переговоры не принесли результата, было решено освобождать заложников. Сработали очень хорошо. Каждые два месяца в «Корд» набирают новых бойцов. За три года спецподразделения все еще недоукомплектовали на 20%. Чтобы попасть в спецподразделение «Корд» одного желания мало. Например, три года назад желающих стать спецназовцами было 7 тысяч человек. Однако отбор прошли всего 500 из них. Каждый раз при обучении и тренировке отсеивается до 12% рекрутов. В последнем финальном наборе «Шевроны» получают только 26 спецназовцев. Остальные 15 курсантов не смогли выполнить задание. Все из-за высокого уровня требований. Согласно новому положению национальной полиции, спецоперацией руководит старшей группой на месте. Офицеры, которые получили сертификаты, они понимают, если они заступают в наряд, то они принимают все решения, вплоть до применения оружия сами. Это очень важный фактор. Этого никогда не было за 27 лет независимости. Спецподразделение «Корт» на 97% финансируется из государственного бюджета. Остальные 3% – помощь Канады, США. Американцы передали спецназовцам очередные 11 спецавтомобилей. Я поздравляю вас с поражающим прогрессом в реформировании правоохранительных органов. Это еще одна веха в нашей общей цели – создание новых спецподразделений по всей Украине. Зарплата спецназовца «Корт» сейчас около 18 тысяч гривен. Это чуть более 600 долларов. Ее повышение планируют в этом году. Кроме того, для бойцов ведут льготы для получения ипотеки. Те, кто прошли, это тяжелейшее испытание. Поэтому уровень квалификации крайне высокий. И вопрос стоит о том, чтобы стимулировать этих ребят, чтобы мотивация была высока, чтобы та инвестиция, которую государство в них вложило, продолжалась с пользой для нас. Вот в этом вызов – это проблема. Именно поэтому мы говорим о адекватной заработной плате, чтобы у «Корт» была заработная плата не как у водителя хлебовозки, со всем уважением, а все-таки несколько выше. Спецназовцы финального набора будут направлены в 10 областей Украины. Перед высокими гостями на церемонии получения шевронов они демонстрируют одно из умений – оперативное задержание грабителей ювелирного салона. Юлия Башко, Евгений Савицкий, ЮАИ-ТВ. Залпы орудий, торжественный марш и обещания защищать украинский народ. 350 первокурсников Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняли присягу, видели наши региональные журналисты. 17-летний Алексей Домбровский еще ни разу не сидел за штурвалом самолета, но в будущем видит себя только военным летчиком. Первокурсник Харьковского национального университета воздушных сил принимает присягу украинскому народу. Присягаю никогда не зарадить украинскому народу. Вам старший лейтенант, в датом русских военного присоединения. Я Артем Александрович. Это клятва со смыслом. Это для тебя важное решение. Ты даешь клятву всему украинскому народу, и ты должен ее держать. Алексей шел к этому дню с самого детства, вспоминают его родители. И это не случайно. Он второй в династии летчиков. Его отец – авиаинженер. Был курьезный случай. Сидят на кухне с младшим. Он говорит, ну что, давай будем играть. Давай. Говорит, давай будем знакомиться. Давай. Он говорит, я Леша, генерал. А ты кто? Ему очень нравилось. Он приезжал ко мне на аэродром, смотрел на самолеты. Я ему рассказывал, что и как летает. Как подготовка летчиков проходит. Что это очень ответственно. Ну и так он впитал в себя, как в губку. Среди 350 первокурсников присягу приняли 22 девушки. 75 первокурсников уже имеют боевой опыт. После вуза они станут офицерами. Когда мы учились, было не так интересно учиться. Не было у нас таких технологий. Сейчас мы совсем по-другому подходим. Новые подходы продуктивные используем, которые являются прогрессивными и более прогрессивными даже, чем в странах НАТО. К новому учебному году университет обновил парк тренажеров и вооружения. Подготовка одного боевого летчика обходится государству 8-9 миллионов гривен. Антон Авижас, Анастасия Узлова, Харьков, ЮЭй-ТВ. Почти 7 тысяч постановлений о наказании вынесли российские власти в Крыму за отказ получить российский паспорт в период с начала оккупации полуострова по февраль этого года. Такую информацию озвучила Крымская правозащитная группа. По их данным, 37% этих решений о депортации граждан Украины как мигрантов, нарушивших сроки пребывания на полуострове, устные замечания получили 4%. Остальные решения, которые касаются штрафов, они основаны только на том, что некоторые судьи в Крыму все-таки читали Европейскую конвенцию по правам человека и понимают, что выдворение человека, у которого есть стойкие социальные связи, есть семья, есть недвижимость на территории, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Но в остальных случаях судьи игнорируют эти нормы. В Вашингтоне попрощались с сенатором Джоном Маккейном. Церемония прошла в ротонде главного здания Капитолия. На ней присутствовали члены семьи Маккейна, его друзья, коллеги, лидеры обеих партий Конгресса. В субботу панихида в память о Джоне Маккейне пройдет в Национальном соборе Вашингтона. В воскресенье сенатора похоронят на территории Военно-морской академии в Анаполисе. Проститься с другом Украины в США отправился и президент Украины Петр Порошенко. В каждом поколении есть те, кто на первое место ставит свою страну, те, кто гордится тем, что служит своему государству и призывает других к идеализму. Джон Маккейн был таким человеком. Говоря от имени благородной нации, мы всегда будем помнить Джона Маккейна и то, что он честно служил в своей стране. Пусть Бог благословит память Джона Маккейна. На другом конце света, одетый в форму нашей нации, Маккейн отстаивал все ценности, которые сейчас представляет Капитолий. Он принес патриотизм в эти страны, отстаивал интересы наших военнослужащих ветеранов и наше моральное лидерство в мире. Мы благодарим Бога за то, что этой стране он подарил Джона Маккейна. Первую стерилизацию и вакцинацию от бешенства бездомных собак провели в Северодонецке Луганской области. За две недели в прифронтовом городе планируют привить и чипировать 100 питомцев. Все процедуры проводятся в мобильном ветеринарном комплексе. Его видела наша съемочная группа. Бездомных собак ловят руками, петлями и мешками. Никакой усыпляющей пневматики не используют. Основной упор делаем – это детские площадки, учебные заведения, больницы. То есть спит на солнышке, пригрелась там или в тенечке. Подходим, вот собака лежит, берешь ее аккуратненько, накрываешь и она уже в мешке. В мобильном ветеринарном комплексе собак стерилизуют, прививают и вживают чип. Операция проходит почти без крови. Швы прижигают коагулятором, нитки используют саморассасывающиеся. Животное получает противовоспалительное и антибиотик. Животному под кожу вживляется чип электронный. Он содержит в себе 15-значный уникальный номер для каждого животного свой. Чип размером с рисовое зерно. Информацию с чипа можно считать при помощи сканера. Индифицировать животное визуально можно по бирке желтого цвета, расположенной на ухе. Работники Харьковского зооконтроля уже стерилизовали более 2000 собак в шести областях Украины. Основная наша задача – это улучшение эпизодической ситуации в городах по бешенству и уменьшение количества бродячих животных, в частности собак, путем их стерилизации. Сейчас в Северодонецке почти полтысячи бездомных животных. Бродящие животные являются разносчиками бешенства. То есть как потенциальная угроза разноса бешенства на территории города. Для стерилизации бездомных собак в этом году из городского бюджета Северодонецка выделили 190 тысяч гривен. За время войны популяция диких животных однозначно увеличилась, поскольку и диких, и бездомных. Поскольку собаки идут с территории, где проходят боевые действия, их бросают. Плюс популяция животных увеличилась, отстрела нет в области, запрещена охота и отстрел. Снижать популяцию бездомных животных гуманными методами местные власти Северодонецка планируют и в следующем году. Крафтовые сыры с перцем чили, ирландским виски и даже трюфелем делает на Львовщине молодой предприниматель Назар Кмыть. Три года назад он бросил футбол, купил во Франции три козы и начал сырный бизнес. На его ферме побывала Юлия Биль. С восьми лет Назар профессионально занимался футболом. Из-за серьезной травмы покинул спорт в 23 года. И решил основать свою сырную ферму. Я сначала был в шоке, как это так резко от футбола до сыроварения, потому что это совершенно разные вещи. Со временем я понял, что это хороший бизнес-план и он нужен в Украине. Свой бизнес парень начинал с закупки во Франции 300 коз альпийской породы. Сейчас их на ферме почти две тысячи. Кормят коз сеном, которое фермер выращивает сам, а еще подкармливает минерализированной солью. При Карпатии это горы, чистый воздух, идеальные условия для животных. Много хороших полей для сенокоса. Поэтому хорошо, что так совпало и Бог нам помог найти эту землю. Вместе с главным технологом Назар три месяца учился секретом сыроварения в Нидерландах. Там и закупил все необходимое оборудование. Мы сейчас находимся в зале бесконтактного доения. Здесь находится специальное оборудование. 24 козы доятся одновременно. Пока мы единственные в Украине, кто доит коз таким аппаратом. У нас стоит там рамка, которая считывает чип каждой козы. Мы знаем, кто уже подоенный. Также есть счетчик, который считает литры молока. Пастеризуется молоко при температуре 75 градусов. Моментально охлаждаются, затем попадают в сыроварку. Дальше идет процесс сквашивания молока с закваской и добавления фермента. Более двух часов сквашенную массу прессуют в специальном оборудовании. Далее головки сыра попадают в соленый бассейн. Здесь они солятся 24 часа. Затем сыр отправляют на созревание. Сейчас в этой камере дозревания находится около 8 тысяч головок сыра. Здесь они должны храниться не менее трех месяцев. Чтобы приготовить сыр с виски на 50 литров молока, используют более 8 литров этого напитка. Покупают его в Шотландии. Мы первые в Украине, кто производит сыр с виски. Он очень вкусный. Алкоголь в нем практически не чувствуется, а только приятное послевкусие. Также изготавливаем сыры с орешками, труфелем, перцем, чили и специями. Такими, как пожатник. Он имеет ореховый вкус. Очень вкусный сыр. Пока такими сырами могут полакомиться только в Украине. В следующем году фермер планирует экспортировать свою продукцию в Европу. Юрий Абель, Вадим Дмитриев, Львов, UITV. Отказаться от перехода на зимнее и летнее время планируют в Евросоюзе. По данным опроса, 84% жителей европейских стран не хотят дважды в год переводить стрелки часов. Если Еврокомиссия одобрит такое решение, его должны будут утвердить Европарламент и страны ЕС. Подробнее в сюжете Анжелы Ляшко. Дважды в год, в марте и октябре, Вернер Штекборд переводит стрелки часов из своей коллекции. Всего их 365. На это уходит несколько дней. Это было весело переводить все мои 365 часов. Обычно я начинал делать это за три дня до официального перехода и продолжал еще два дня после. По крайней мере, благодаря этому я хотя бы протирал их от пыли дважды в год. Знаю, иначе ленился бы. В опросе о переходе на единое время участвовали свыше 4,5 миллионов жителей Евросоюза. 84% пожелали отказаться от перевода стрелок. Я поклонник летнего времени. Я считаю глупым переводить часы назад и вперед каждый год. Думаю, это хорошо. Меня всегда это беспокоило. А теперь, когда у меня есть дети, приспосабливаться к новому времени стало еще сложнее. Решение должны одобрить Еврокомиссия, Европарламент и каждый из стран европейского сообщества. Члены Еврокомиссии провели политическую дискуссию по этому вопросу и решили, что представят в Европарламент и Евросовет предложения об изменении нынешней системы переводов часов. Переход на зимнее и летнее время действует в 65 государствах и на 10 территориях. В том числе в Украине, Евросоюзе, США, Канаде, Австралии. Стрелки часов переводят для экономии электроэнергии. Однако медики выступают против. Исследования показывают, что смена времени нарушает графики сна, что негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Поэтому все больше стран отказываются от этого. В частности, Исландия, Турция и Белоруссия. Анжела Лешко, Варвара Миронкова, Юэй Ти Ви. Это и другая информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала utv.ua. На этом прощаюсь до завтра. Спасибо, что вам интересно. Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова